Здравствуйте! С вами программа «Внимание! Конкурс». Мы находимся в Центральной городской библиотеке. Ведь, как вы знаете, в советское время литература была неотъемлемой частью времяпрепровождения. Об этом мы побеседуем с Лидией Алексеевной Стребковой. Здравствуйте! Меня зовут Стребкова Лидия Алексеевна. Я работаю в городской библиотеке с 1977 года, с января месяца. Сначала работала на абонементе, обслуживала читателей. Читателей нас было очень много. В Советском Союзе, при советской власти, мы детей своих и читателей будущих привыкали к самому рождению. Мне кажется, любая мать, любая бабушка, укладывая своего ребенка в постель, всегда она читала ему сказки Пушкина, сказки о царе Салтане и другие его сказки. Можно читали Чуковского, Майдадыр, Муха-цкатуха, Краденое солнце. Вообще зачитывались. И когда ребенок, он вот с этих маленьких лет, он привыкал к книгам и сам старался передать содержание этих стихов. И дальше больше. Они любили книги, любили читать, листовать их. И вот когда я работала во взрослой библиотеке, у нас очень хорошо в советское время читали всякую литературу. Какие книги очень мало издавались, они до нашего времени сейчас не дошли. Это уже переиздатые книги. Вот посмотрите, Загребельнов, Лажечников, Толстой, Князь Серебряный очень хорошо читали. А Пикуль вообще был особенный читатель. У читателей некоторые книги, вот, например, «Три возраста» такие, «Ниссан» и «Реквием каравану». Он у нас вообще только был в журнальном варианте и в роман-газетах. Зачитывали Дадыр. Ну, журнальный вариант. У него же другой переплет. Да, но их нет. У нас не сохранились они. Они быстро износились. Мы приготовили книги по тем темам, которые очень спрашивались в нашей библиотеке. Вот здесь очень хорошо читались книги о деревне. Здесь вот «Абрамов пряслины», это здесь трилогия «Братья и сестры», «Хмель». Все три книги очень хорошо читались. Очень читались. «Кочиндеевки», «Казачка Сухова», «Панфюров бруски», «Сибирь», «Вечный зов», «Строговы», «Тень исчезает в полдень». Очень хорошо читались. Ну, а «Милиция» у нас тогда только был «Леонов» очень хорошо читался, «Безуглов», «Овалов», «Медная пуговица», «Ордомацкий» очень хорошо читался, очень хорошо читался. В общем, спрос на всякую литературу был отличный. Но у нас еще был, знаете, такой контингент, как инженерно-технический. У них высшее образование, они больше интересовались иностранной литературой. Но у нас было очень мало ее. «Дюма», вот «Красное издание», вот, это уже второе издание. Первое издание уже вышло из строя, мы второй экземпляр. Даже в то время серия, вот именно книг «Дюмы» стояла у всех на полках. Целая большая серия. Да, при советской власти книги очень коллекционировали. Многотомники, которые... Да, и вот я, какие есть переиздаты, я приготовила, посмотрите. Здесь все очень хорошо читались. Это и Виктор Гюго, «Собор Парижской Богоматери». Но это уже переизданные издания. Вот. Гюго, отверженные. Гашек, «Бравый солдат», «Гол Суорси», «Сага о форсайтах». Она и сейчас спрашивается. Очень хорошо читались мемуары. Вы знаете, у нас Жуков, несколько экземпляров, и он был все время на расхват воспоминаний, размышлений. Чуковский, Чуковского, Сталинграда. Очень интересовались. Но они уже видят, в каком состоянии книги. А вот Василевский, поновей пока нет. Василевский делал всей жизни. Ну, что еще сказать. Читали очень хорошо. Особенно в воскресные дни, в выходные дни. Очередь стояла. Занимали на лестнице. Мы жили на Гагарина. Не жили, а работали. Библиотека там была, центральная. Очередь занимали прямо на лестнице, чтобы получить книгу. Читатели ходили очень хорошо. А сейчас я хочу выразить благодарность тем жителям города. Я сейчас работаю в комплектовании, и очень приятно, когда нам дают, дарят книги наши жители. И книги в таком хорошем состоянии, у них начинается вторая жизнь. Спасибо вам большое. Книги живут, когда их читают. Да. Когда они простаивают, пролеживают. Ну, сейчас, вы знаете, век интернета. Сейчас раньше ведь тему зададут. Вы знаете, очередь сидит. Не хватало места в читальном зале. А сейчас все идут в интернет. Оказалось бы, когда с книгой ты работаешь, ведь лучше, приятнее. Ты сам ее проникаешь в книгу. Да. И она сейчас, какие-то интернет-книги начинаются. Ну, ведь приятно, когда вот подержать книгу и почитать ее живую. Еще с подписью автора самого. Да. Может быть, советская литература и перестала быть актуальной, но возвращается как памятник. Дети Капитана Гранта, Алые Паруса, Любимая книга девочек, Приключения Оливера Твиста для мальчиков. И по сей день любимая для мам Консуэла и милый друг Гида Мопассана. А для пап незабываемый человек-амфибия. И, безусловно, самая завораживающая аэлита. Именно по советской литературе снято много сериалов. В любом сериале есть литературная основа. И должна она быть крепкая, внятная и со страстями. Сегодня так писать почти не умеют. Да и эпоха, честно говоря, еще не оформилась. Советская литература длилась без малого век. И отказаться от нее просто потому, что кончилась эпоха, мы никак не вправе. Мы и так слишком многое забыли. А ведь эта литература сохраняет не только историческую, но и эстетическую ценность. А почему? А потому, что душа вложена. Это была наша последняя участница в конкурсе «Привет из советского прошлого». Вам же, дорогие телезрители, остается только запомнить порядковый номер участника. И 28 апреля, в понедельник, проголосовать. До встречи!